Великого Бога Князи Святые Спартакиды Династия Претонора Спарадокая Эпифана Сатера Династия Божественных Дателей Справедливости, Святых Спасителей Вероисповедание, Сакарийский Завет, Сакрастанское Радение, культ Аполлона Гиперборейского, постепенно перерастающий в самобытное торгелейство, боспарокалхидопонтийский культ Аполлона Лекаря Также благосклонно относились к культу Сага-Эра, Сангерга, Митроизму, древним и поздним культом греческой политистической религии, зороастризму, культу Посейдона, Дубтуна, Дая-Памнатана Поклонение Аполлону Лекарю было семейным культом династии спартакидов А на государственном уровне этот культ находился под их защитой Большинство спартакидов были жрецами Аполлона и часто верховными жрецами культа Аполлона в государстве Переходил из века в век, вспыхивая и угасая культ Сая-Кнесов Парадатта, святых правителей древности, являющихся предками и образцами для правителей последующих эпох Развивавшийся ранее, синкретический ведическо-эллинистический культ Аполлона Магнаса Агаста, Мусагета, утерял большинство чистых ведических аспектов и атрибутов Ряд ведических идей сохранялись, но лишь в пересказании греческой образностью Вытесняемый торгелейством развивающимся на основе Сакарийского завета культ Аполлона Мусагета постепенно Терял позиции на Баспоре и перебирался в Элладу, где стал вариацией стандартного там культа Аполлона, но с культивацией восприятия его именно как Всевышнего Само же имя Мусагет было истрактовано как «предводитель мус» и стало лишь одним из имен Аполлона Царские атрибуты, корона в виде обруча диодемы, иногда с крупными или мелкими лучами-лепестками, с изображениями Сакарийского солнца и священными надписями, которые были выславлениями Бога Высочайшего или цитатами из Сакарийского завета В повседнеевной практике царь мог носить золотой лавровый венец или царскую скифскую шапку, происхождение данного атрибута боспорских царей неизвестно Военным царским атрибутом была кераса царя Спарадата, которую носили его сыны и по образцу которой делались керасы последующих царей В качестве одного из важнейших атрибутов царя с времен археонакта использовался ритуально-боевой позолоченный тризуб Левканир в битве отобрал царскую булаву синдийского царя, которой он некоторое время обладал, а позднее она была поднесена на коронацию Смагандра Фанагоровича Морехода Это заложило символическую основу демонстрации того, что царь боспора царствует и над царем Синдики Синдская булава, фатейское копье, торецкий щит и дондарийский меч стали дополнительными царскими атрибутами Цари, дарующие справедливость, которые пришли на смену древним божественным архиправителям-строителям боспора и изначальному строителям, торгелейской веры Происходит непосредственно от археонактидов, поэтому, и о скайростанском списке царей, данная династия считается всего лишь ветвью династии Симандровичей Господствуя на Боспоре, имели свои владения в Афракии, Калхиде и Южном Причерноморье Археонактиды – первая золотая ветвь Симандровичей От самих древних археонактидов произошло около двух десятков малых княжеских ветвлений Многие из них так и не получали доступ к царской власти, другие уходили, смешивались между собой или с более поздними ветвями Кельтская – гипотетическая, по археонакту 2, вторая Сурмиеновичи – восточная, по Паладану и Сурмиену, третья Южная – по Акфии, пятая Спартаковичи – шестая ветвь, ответвляющая непосредственно от основы первой ветви Спартаковичи стали правящей династией Баспора, в то время как потомки первой ветви разветвились, совмещаясь с сарматскими династиями и порождая множество мелких ветвей Кроме того, в Ескай-Растанском списке царей есть предположение Наличие колхидского ответвления третьей ветви, гипотетические Паладановичи – седьмая малая ветвь Фракийской ветви – восьмая малая Карфагенской ветви – девятая малая Македонской – десятая малая Также известна одиннадцатая бастардская ветвь, ставшая в те времена правящей в Дакии Археонактиды – а цари, которые уже для древних греков были древними Устои державы Археонактидов были выкристаллизованы Спартаком и стали прообразом структуры более поздних, эллинистических монархий Японтийского царства Ссылаясь на глагол, используемый Деодором для обозначения перехода власти от Археонактидов к Спартаку Ай, отражающий, по мнению Виноградова, преемственность власти, а следовательно и тождественность ее принципов правления, Виноградов Ю.Г.Полис в Северном Причерноморье С 406-407 Ведь как он акцентировал внимание, для самого Деодора Спартакиды – непосредственные преемники Археонактидов, и только Они не создатели государства, не завоеватели или узурпаторы, а лишь сменившийся виток династии, с некоторыми государственными преобразованиями, но не кардинальными Нет смысла говорить о укреплении или ослаблении царской власти при переходе власти от Археонактидов к Спартакидам Произошла только смена династических ветвей и большая концентрация власти в одних руках Номинально и прошлые цари были самодержцами Каждый из них мог бы произвести те действия, что произвел Спартак Да и он не перебил других представителей царской семьи, многие из второстепенных Археонактидов сохранили свою собственность и власть, а Селевк, так и вообще был следующим после Спартака царем, царем-регентом при Сатире Спартак не был врагом своих братьев Археонактидов, он сам был Археонактидом, но чтобы пламя династии не угасло, а ее плоды не измельчали, он, как мудрый садовник, провел обрезание лишних ветвей и укрепил централизированность власти и правящей династии Да, при Спартакидах правящая часть династии не разрасталась так пышно, как при Археонактидах, да не было выделения отдельных, царской и жреческой ветвей Но в, хоть и куда меньшем масштабе, параллельные правители временно возникали и после Левкона, и после Пересада При Спартакидах росли территориальные владения Боспора, это С одной стороны укрепляло общее могущество Боспора, а следовательно, и царя С другой стороны ослабляло его возможность непосредственно руководить каждым из городов и областей Боспорского царства Э, Г, Минц и М, И, ростовцев считали, что форма власти Спартакидов предвосхитила греческую монархию У которых, как известно, монархическая власть возникла позднее, под руководством Александра Македонского Возникновение подобной формы власти на Боспоре за полтора века до Александра можно считать чрезвычайно Прогрессивным политическим новшеством Боспорского царства Минц, Э, Х, Скифы и Греки Обзор древней истории и археологии на северном побережье Евксины от Дуная до Кавказа Кембридж, 1913-565-577-613 С.И.И.И.И.И. 22-561-568-572-582-588 До Александра и утверждение после его смерти эллинистических государств 312-305 до Н.И. В эллинском мире и считалось невиданным и невозможным, чтобы какой-нибудь правитель мог официально называть себя царем с полнотой власти тирана Исключением была лишь Македония, которую сами греки не относили к Греции Царство Спарты и Эпира, не говоря уже о демократических Афинах и Каринфе, строжайшим образом ограничивали власть своих выборных правителей и регламентировали ее применение законами Зачастую титулы монархов не только выражают реальный объем их власти, но и часто используются в качестве узнаваемого идеологического посыла, с пропагандистским подчеркиванием своих достижений и претензий на новые Боспорское самодержавие, как и македонская ограниченная монархия, была идеологическим противовесом афинской демократии Но афины, как и монархии эллинистических государств, признавали за боспорскими самодержцами право царей и признавали их равными Некоторые линии раскола, которые наметились в Боспоре еще при поздних археонактидах, треснули при Спартаке и Селевке Боспор рос и креп, но в некоторых направлениях и сдавал назад Сделав несколько шагов назад и после десяти шагов вперед, Боспор на некоторое время терял власть над частью своих исконных городов, которые стремились к самобытности Но поздние Спарток, Сатар, Левкон, Евмел и другие возвращали Боспору все то, что когда-то от него откололось и укрепляли державу в целом Как краткий герб символ Боспора времен правления князя Спарадата и его потомков династии Спарадата Использовалась Сакарийская звезда, Сакарийское солнце, Симандра, Археонакта, Смарагдана, Скай и Маргаса Света чумов в сиянии божеского порядка, а традиционный символ Боспора и Археонактидов Как государственный флаг, синие знамя, на которое нашит голубой круг в желтой или золотой окантовке, на которой нашито восьмилучевое желтое сакарийское солнце и красный специфический тризуб Спарта Кайфанагорович Претонор Уртхваджаин Великий Первый Архон Боспоров 438-433 года до Н Спартакас Ай, Спартакрс Ай, Спарчуш, не Спартакрс Спартак был сыном Фонагора Археонактовича, но имел и фракийскую мать, которая, возможно, была сестрой или дочерью фракийского царя, возможно, Спарадока 464-444 до Н, если Спарадок и не был самим Спартаком Учитывая некоторую путаницу в источниках, можно предположить, что речь идет не о фракийской, а о сарматской, сиракской, фатейской или симдийской княжне Другая версия воззрения на историю не отвергает наличие у Фонагора Археонактовича фракийской жены, наоборот, это объясняет то, как часть фракии была подчинена Боспору Но по этой версии Спартак Боспорский, хоть при царе Боспора и имел должность военачальник, но во фракии был царем известным как Спарадок Возможно и что Фонагор Археонактович, захватив часть фракии и легализировав это посредством брака с местной княгиней, назначил своим преемником на Боспорском троне одного сына Смагандра А на фракийском другого Спарадока и он в 464, 444, по другой датировке 450, 431 или 448, 440 годы правил фракией, но позднее по какой-то причине Возможно ввиду угрозы Боспору, которую представлял властитель пиратов-каннибалов Калуш Балахис, был отозван в Боспор и получил должность военачальника, Чимы Занимался в 444-438 годы Когда же его брат и законный царь Боспора погиб он, уже состоявшийся царь, не смог подчиняться малолетнему племяннику и захватил престол Звездочка Спарадата в 464, 444, царь Фракии, 444, 438, архонт войска, 438, 433, царь Боспора Звездочка Спарадата в 450, 440, царь Фракии, 440, 438, архонт войска, 438, 433, царь Боспора Допустим, в 20 лет становится наместником Боспора в Афракии, правит около 10 лет, отзывается на Боспор и около двух лет занимается обороной Боспора После чего занимает престол и правит около 7 лет Зачав в 30-35 лет наследника и передав ему трон, под регенством Селевка, уходит на покой или умирает приблизительно в 40-50 лет И боспорский Спартак и Спарадок, царь Адрисского государства во Фракии были союзниками Афинского государства в конфликтах с Македонией Данное теоретическое сопоставление может объяснить и причину того, почему Спарадок, захватив Боспор, правил им относительно немного лет, почти сразу передав власть родственнику ставшему регентом для его малолетнего сына Герб СТР Уадаги Фракийские монеты Спарадока Внимание, тамга! Синдийская монета, фракийская монета Спарадока, Боспор 12, 11 г до н е Другим свидетельством того, что имя Спартак является именно боспорским, является то, что во Фракии известен только один царь с таким именем Годы правления которого совпадают с жизнью боспорского царя В то время как в Боспоре данное имя было весьма популярно среди царей Так, что это легко объясняется тем, что и тот единственный фракийский царь с данным именем был не фракийским, а боспорским, ну или фракийским ровно в той же степени, что и такие киевские князья как Игорь, Святослав, Ярополк и Владимир имеют отношение к РФ, поскольку суждальщина была дальней провинцией Киевской империи Руси Или Святослав со Свенельдом имеют отношение к истории Болгарии, поскольку они ее завоевали и временно контролировали Монета князя-воителя Спарадока, используемая в адресской провинции Боспорской циркумпантической державы С самого начала своей деятельности воевал за державу его предков Спартак Фонагорович имел хорошее военное образование и полководческий талант Изначально он учился военному искусству у Сагаурия и воевал под его началом, но позднее наследовал его полномочия Отличился многолетними военными походами в дальние страны Он воевал с предводителем демонов Калуш-Балахом и многими грешниками Востока Изначально он был военачальником при Смагандре Фонагоровиче, но не принял право на трон его сына малолетнего философа-пацифиста Митросана Смагандровича, которого он изгнал И занял трон Спартакай был в тесном союзе с прогреческими элитами Был уверенным и самовластным правителем Он всегда вступал в союзы с греками и персами против основных скифских династий, часто поддерживая мелкие удельные и даже подстрекая их к сепаратизму Взял в жены меотскую княжну Пересую После первого года правления великий тиран кельтского тираната, Гассанд прибыл оспорить власть Спартака Возможно он был потомком, возможно внуком или правнуком, археонакта 2 Если он действительно выжил и стал правителем тираната, что единственное и могло бы дать Гассанду право на боспорский трон Гассанд предлагал провести бой между его гвардией из 600 человек и любыми 600 воинами Спартака, но Спартак согласился только на поединок Спартак в жестоком бою убил Гассанда, а его 600 воинов взял на службу Позднее большинство кельтов погибло в боспороколхидской войне, в которой колхи напали на Синдариев, а Спартак усмирил мятежных колхов Имя Гассанд может быть производным от имени Асандр, которое изменилось так в кельтской среде, а значит, если так, это можно считать древним свидетельством наличия данного имени в боспоре и у Симандровичей В античной письменной традиции сохранились свидетельства об изгнанниках с боспора, проживавших в Феодосии, Анон П.Р. 77, вероятнее всего это были самые верные сторонники предыдущих князей и Митросана Смагандровича, от которых Спартак Айфанагорович ничего хорошего не ожидал и которых он подозревал как потенциальных заговорщиков И эскаэростанские жрецы в списке царей Симандровичей называют и второе имя сего князя Спартак Смстеслав Айфанагорович взбурлещиц Надписи на мермикийском блюде с именем боспорского правителя Прекрасный вознесшийся владыка Спартак или правитель Спартак прекрасно поднялся Эта дополнительная надпись указывает на недопустимость смешивания первых двух слов в одно Обычно исследователи переводят эту первую надпись как «герой» Общая надпись получает значение «герой, имеющий отношение к градоначальнику Спартаку», что выглядит весьма сюрреалистично, учитывая, что сама надпись нанесена на блюдо Была бы это статуя или могильный камень, надпись выглядела бы более уместной Так что если данное блюдо не записывать в герое, придется отдать предпочтение моей версии перевода Ведь мои варианты перевода могут иметь трактовку и как «блюдо предназначенное для подношений Архонту Спартаку» Но даже просто фраза «прекрасный вознесшийся владыка Спартак» или «правитель Спартак прекрасно поднялся» имеет больше реалистичности значения, чем «герой, имеющий отношение к градоначальнику Спартаку» из официальных трактовок Блюдо могло быть ритуальным или как-то связанным со Спартаком, ввиду чего на нем и была нанесена надпись Про вознесение, как уход в духовный мир, или карьерное возвышение Спартака от воеводы до царя Тут надпись сделана ломаным греческим письмом, и она подтверждает предположение ученных О специфике скифского произношения имени Спартак как Спардак Тут упомянут первичный титул Спартака «Архонт», точнее «Архонтвонство», которым он изначально и был, до смещения им племянника Митросана Смагандровича У Геродиана, Ай, 150, 22, 23, читаем Что позволяет судить о существовании допустимых вариаций данного имени Особенно интересна форма, назло всем стремящимся меня обвинить в дописывании Ра вместо Р Под данным именем известен Спарадок, древнегреческий, Спарадокос, 464, 444 Дайан, и, который был царем Адресии, преемником Тереза Ай, от которого он, вероятно, унаследовал Великое царство Адрес, простиравшееся на большую часть Фракии, Попов, Димитр, 2000 Фракийская цивилизация, фракийцы, общество, политика, культура, на, язык, сербский, перевод Марии Йоанны Стоядинович Белград, геопоэтика П, 42, 43 АСБН, 86, дефис, 830, 53, дефис, 35, 0 Имя, Спарадокос, точнее, Спарадокой, имеет свой аналог на Прославянском, Сипрадата, Сипрадатый Санскрите, Спарадата, Спрейдрт Некоторая связь с боспорским Аспарок Эроскаланская, Эроспараган, также имеет общие черты со Спарадок Славянская, Распорядок, что диалектически может сокращаться и до, Спарядок, со значениями, Распоряжение, Распределение, а также Укр Спаряджение, в таком контексте, Спарадок, тот, кто распоряжается и отдает распоряжение Украинская, Спритность, Стремительная скорость, Спримавансть, Направленность Чешское слово Спадати, одно из значений которого мечтать Имеет параллели с другие ангточка, Спарианчин, знак защиты, равно Спарирн, щадить, защищать, плюс Чин, знак Спарадок В побочном смысле имя, Спарадок, имеет параллель со словом Сефарт, этапарт Учитывая ведические смыслы индоевропейского языка, имя восходящее экспарадата и сепрадата, означает, датель справедливости, или справедливостью данной, как, например, ариедат в данной истиной, дар арийского народа, сурдат а данный солнцем, метродат а данный солнцем, богодат, мирдат, теридат, тридат Обратите внимание на украинскую фразу «дать и раду», «дать свет», «дать порядок», «дать смысл», что восходит к древним индоевропейским корням и в глубинном смысле имеет значение, предоставить возможность соответствовать высшему божественному предназначению Во многом это позднее украинское выражение родственно по смыслу ведическому имени Спарадата, справедливость дающий имя лучшим образом соответствующее предназначению и дхарме царя И конечно же нужно вспомнить название древней династии некогда правившей скифами и другими индоевропейцами, Парадата, Паратта, Парата, Предтеча, которые неоднократно упоминаются о вести, выломоязычных ахименицких текстах и у Геродота Авеста, также подчеркивает древность и дозороастрийскость династии Парадата, в виде в дат 2-3 Так, что имени Спартак, реконструированному как «Сепрадата», «Сепрадата», «Эта Парадата» или «Тот, кто из Парадата» доступно и значение как «Предназначенный править», представитель изначальной династии древних арийских царей Итог однозначен, фракийское и боспорское царское имя Спартак, датель справедливости, имеет древние индоевропейские корни с ведическим смыслом, которые родственны санскриту и славянскому языку Конечно, существуют разные варианты причисления данной надписи, но учитывая то, что ее автор не вполне хорошо был знаком с классическими правилами написания имени Спартак, что позднее стало обыденностью, к тому же назвал его лишь Архонтом в «Считаю», что тут речь именно про Спартака Ай В одной из понтикопейских надписей сказано «Царствующий Спартак сын Евмела» Так что эта надпись не может касаться Спартака 3 сын Евмела, нет основания ее связывать и со Спартаком 2, который правил лишь пять лет, как соправитель Пересада, и никуда не возносился, со Спартаком 4, правившим также не более пяти лет, как соправитель Левкона 2, со Спартаком Ви, Спартаком 6 или кем-то другим Вспоминается также Пардакас, скиф-полицейский из комедии Аристофана Историк Блец читает это имя как Спардакас, Спартакрс, что может свидетельствовать о большей распространенности данного имени Имя Пардакас, конечно же, восходит к древнему Парадата, а поскольку сам персонаж из комедии Аристофана имеет свою условность, в том случае имя может быть и намеренным сближением древнего династического имени Парадата или Спарадокса По словам, порядок Страж порядка с именем, порядок, как врач с фамилией, здоровьев В свою очередь, это может указывать на то, что Аристофану были известны некоторые, скифские, слова, которые, как видим, имели как более древнее происхождение, так и остались в нашем языке до нынешнего времени В 438-437 грамма до н, до н и, согласно Деодору, Спартакай наследовал этой археонактидом, контролируя Боспором при Азовье и при Черноморье Он укрепил Боспорское государство и обогатился, усиливая влияние на греческую цивилизацию Одним из доказательств роста международного значения Боспора является то, что с времен Спартака города-государства Греции имели постоянных послов в Боспоре Экспорт Боспорского царства в основном был основан на пшенице и рыбе Импорт включает керамику, вино, масло и металл Несмотря на его опасности, Спартакиды влияли на все Средиземноморье, контактируя с греками и на скифский мир Экономические обмены происходят в основном с афинами Важность афинян в царстве проявляется также в привилегиях, дарованных афинянам царями Боспора и проживания некоторой афинской знати в Пантикопее После смерти Сатира Ай на престол впервые взошел его сын Левкун Ай, который также имел хорошее отношение с афинянами и получил от них титул почетного гражданина за то, что прислал им пшеницу во время голода 357 года до Эн-э Его сын, Спартак-2 и Пересат Ай, продолжали его курс Пересат имел от афинян привилегию набирать матросов в Пирею для своего флота В течение трех века до Эн-э нашей эры, после расширения греческого мира благодаря завоеваниям Александра Македонского, торговые отношения между кемерийским босфором и афинами постепенно ухудшаются Результаты завоеваний Александра Македонского и смуты времен Евмела ослабили власть босфора над Фракией и ослабила его во взаимоотношениях с афинами Но босфор развил новые торгово-политические союзы с Делосом или Египтом После Евмелоса и Спартака-3, босфор окончательно устоялся в понятии своих малых границ, ближнего круга подданных включившего былую Синдику и Меотиду, а также проявляли амбиции к циркумпантическому доминированию, имея естественную опору в Колхиде, Понте и Фракии Наиболее успешным периодом босфорского царства в эпоху Спартакидов было правление Парисада Ай-344-3-310-09-да-Н-Э Война с крымскими скифами в 330-м годе Дайен, оно принесло некоторые неудачи, но чуть позже последовала череда событий, положивших конец благоденствию Босфора Босфор ввел сложную игру престолов с осколками скифских династий, новопришедших Саураматов, ветви Сираков и Роксарьянов, и другими Особо сложные отношения сложились у поздних Спартакидов с Пангерадами, что выразилось в попытке скрестить династия, но также привело и к смуте Савмака, которая и привела к угасанию босфорской династии, эстафету которой подхватила Понтийская ветвь Селевк Субхайрован Всеблагой патриот благочестивый Селевк, Ии, Селеукас Ай, Селук Рсай, Фонагорович, Археонактит, Архонт Боспора, 433 до Н 429 до Н, ученик Санабхававн Парисадович Понтикопей и Радамиста Упоминается Деодором Сицилийским, но высшие, золотые и серебряные монеты, вероятно, не чеканил, или просто не подписывал своим именем, отдавая предпочтение упоминания города Понтикопей Жил и активно занимался государственными делами до 393 года до нынешней эры Чеканил железную портретную монету Монета опубликована Шалабудову, Н, Шульгаа, Н, 2004 К вопросу о чеканке железных монет в городах античного Боспора-слэш-слэш-старожитность типового при Черноморья и Криму, за Париж же 11 При том, что в Виэско-Аэростанском списке царей он значится как Фонагорович, нельзя исключать, что это ошибка, а он мог быть потомком Тайгроноса или Левканира Но его эпитет может указывать на его любовь к отцу или отчизне Обычно имя, Селевк, возводят к греческому происхождению со значением «белый» Однако это может быть искажение слова «Азолеяс», «Залевкос», «Салевкос» Правда размышляющие в данном направлении исследователи не указывают, почему именно это имя должно было стать прообразом имени Селевк И как некое имя, которое может и было в догреческом населении Греции Азолеяс, связано с Боспаром Наконец, есть исследователи, которые предполагают, что это может быть эллинизация имени доэллинского происхождения И это правда, ведь вижу в нем индоевропейскую основу «Селевк», имя по смыслу аналогичное греческому «леонид», «леонид» и указывающее на подобие его носителя льву, или даже, в отличие от греческого аналога, непосредственно указывающее на то, что он, как «лев», «Селев» равно это лев Структура имени аналогична одному из вариантов реконструкции имени предыдущего царя «Сепарадата» — это парадата «Селевк», «Селев», «К» — твердый знак, «Селев», «К» «К» — в конце имен и в более поздние времена встречались у славян, а именно в Киевской Руси, Украине, Иванка, Андрейка, Васько, Наталка Кроме того имя, также фамилия, Левко, также встречается в Украине до недавних времен, и считается украинским разговорным вариантом имени Лев Точно, так как оно присутствует в тексте Страбона, Лука, Страбон книга 7, 4, 4 Учитывая греческую трансформацию имени Спарадата, получается, что оно также имеет аналог данного окончания Другим спартакитским именем с львиным корнем может быть Атавлевк, с возможным значением Атау Левк, отец Лев, или сына-то отца Льва Селевк не претендовал на трон, будучи верным и надежным союзником Спартаку и помогал ему в войнах и правлении, потом был регентом прицаревича Сатири Айспартаковича Отражал нападение флота пиратов во главе с Газдрабусом Череполомом, который имел флот из 70 больших кораблей и неуставленного числа мелких кораблей сопровождения, часть из которых перевозила осадное оружие Возможно, Газдрабус как-то связан с Гассандом, ввиду схожести имен Но возможен и карфагенский след ввиду сходства имени с именем Газдрубала, Газдрубаэль, Хездрубрл, умер 23 июня 207 до Н.Э., карфагенского полководца Есть и теория славянского происхождения его имени, тогда Газд может быть версией от Газд, Ра равно Ра, Бус, как в имени князя Буса вариация от слова Боша-Бок Однако тогда его имя должно было звучать как Гастрабок, а таких имен не обнаружено Наиболее вероятна его связь с Гассандом, он мог быть, например, его сыном или братом, он мог быть связан и с карфагенянами, ведь Гассанд с кельтским войском как-то добрался на Боспор Не на карфагенских ли кораблях? А если так, то он мог стать предком и Газдрубала Гамилькар Барка мог быть потомком Газдрабуса или его фанатом, поэтому и назвал одного сына Ганнибала, в карфагенском стиле, а другого младшего Газдрубала с отсылкой на Газдрабуса Известна песнь проклятия вражеским кораблям Газдрабус по морю шел череполомая Газдрабуса мы убьем, мы убьем Ося сотня кораблей, пусть уйдет во глубь дна Ой, радуйся, Пантикопей и Фанагория У нас не будет поражения Мы принесем щедрые дары В храм Аполлона и Гиперборейский Иэскай Растан Ой, радуйся, Пантикопей и Фанагория Ося сотня кораблей, пусть уйдет во глубь дна Столетиями клялись мы в доблести и крови Против зла мы встанем ясными лучами Ой, радуйся, Пантикопей и Фанагория Археонакт с Аполлоном в колеснице Аполлон Археонакт сияет, стрелы излучает Археонакт власть в руке удержит Трижды острая золотая власть рази врагов Ой, радуйся, Пантикопей и Фанагория Ося сотня кораблей, пусть уходит во тьму Мы убьем Газдрабуса, мы убьем Мы убьем Газдрабуса, мы убьем лжеца Против зла мы встанем ясными лучами Ой, радуйся, Пантикопей и Фанагория Когда Апсевт был Архонтом в Афинах к 433 года до Н.Э Римляне избрали консулами Титамениния и проклогигания Макерина В этом году, после семи лет правления, умер Спарток, царь Боспора И Селевк занял трон и царствовал в течение сорока лет Деодор 12-36-1, перевод Д.О.В.Мещанского Возможным фантомным дубликатом Селевка является фракийский сеталк Д.Р.Грич 431-424 до Н.Э. Царь Адрийского государства во Фракии Сеталк считается сыном царя Тереса, а Селевк мог быть сыном Таигроноса, а Фанагор мог быть его лишь названным отцом Вел многочисленные войны с целью расширения территории государства, от города Абдеры на юге, на побережье Игейского моря до берегов Дуная на севере и от Черного моря на востоке до реки Струма на западе В Пелопонийской войне Адрийское царство сеталка выступило на стороне Афин и по их просьбе фракийская армия, насчитывавшая до 150 тысяч человек, в 429 году до Н.Э. Выступила в поход против македонского царя Пердитки-2 Столь многочисленное войско включало в себя не только армию Адрийского царства, но и представителей нескольких независимых фракийских племен, диев, пионов, агрианов и других Поход этот окончился безрезультатно через 30 дней после своего начала как из-за противодействия наследника, престола Сеута, принявшего сторону македонин, так и из-за нехватки продовольствия и припасов Правил фракии в 431-424 годах до Н. Абоспаром 433 до Н. 429 до Н.Э. То есть срок его правления фракии вписывается в период правления боспаром. Имя может быть просто неправильно переписанным именем, Селевк равно Ситалк равно 6 бук, 8 в греческом оригинале, но последние два там, стандартная концовка. С.К. первая и последняя идентичны, другие коррелируемые. Сыном Селевка Фанагоровича был Левкон-странник, который породил Антиоха, который стал отцом Селевка Айникатора, Дер, Греч. Буквально, Селевк-победитель, Кей. 358 до Н.Э., 281 до Н.Э. Полководец и бывший телохранитель Александра Македонского, Диадох. Селевка Айникатор после смерти Александра Македонского стал одним из главных претендентов на власть в его империи. Сатрап Вавилона с 323 года до Н.Э. был изгнан оттуда Антигоном, но в 312 году до Н.Э. вернулся, будучи поддержан царем Египта Птолемеем Айсотером. В 301 году Дайан в битве при Ипсе разбил Антигона, а в 281 году Дайан. В битве при Курупидионе Лисимаха. Надеясь завоевать Македонию, оставил царствовать в Азии своего сына Антиоха Айсотера, но в том же году, едва дойдя до Херсонеса Фракийского на Галлиполийском полуострове, был убит сыном Птолемея Ай Птолемеем Керавном. Основал несколько городов, в частности, Селевкию на Тигры, 312 год до Н.Э. и Антиохию на Аронте, 300 год до Н.Э. После смерти Селевка к власти пришел его сын Антиоха Айсотер. Селевкиды правили Сирией вплоть до завоевания страны римлянами в 64-х до Н.Э. По официальной трактовке имя Селевк, Дер, Геер, греческое. В книгах можно встретить следующих выдающихся носителей данного имени. Селевка Айникатора Базилевс Государства Селевкидов в 358-281 годах до Н.Э. Селевк, сын Антиоха Ай, сын Антиоха Ай, соправитель отца в 280-266 годах до Н.Э. Селевк 2 Калиник Базилевс Государства Селевкидов в 246-225 годах до Н.Э. Селевк 3 Керавн Базилевс Государства Селевкидов в 225-223 годах до Н.Э. Селевк 4 Филопатор и Базилевс Государства Селевкидов в 187-175 годах до Н.Э. Селевк Вифилометтор и Базилевс Государства Селевкидов в 126-125 годах до Н.Э. Селевк 6 Эпифан Некатор и Базилевс Государства Селевкидов в 96-95 годах до Н.Э. Селевк 7 Кибиазакт, гипотетический Базилевс Государства Селевкидов. Но самый ранний царственный носитель данного имени именно – Селевк Боспорский, правитель Боспорского царства в 433-432-429-428 годах до Н.Е. После этого видим в истории всплеск популярности данного имени, особенно у селевкидов. Далее имя практически исчезает с мировой арены. Если верна теория тождественности ранних спартакидов Боспора и фракийских адрисов, то сыном селевка Сеталка вероятно был Садок, Дер, Грич. По мнению Тонева М., Садок родился от первой жены царя, не позднее 450 года до Н.Е. Возможно, Садок носил также имена Сеталк и Терес, вероятно в честь отца и деда. Но, возможно, что Сеталк и Терес были братьями Садока или фантомными отображениями оригинальных Сеталка и Тереса, возникшие вследствие неверного сопоставления намеренно спутанных исторических сведений. По замечанию Златковской Т.Д., по всей видимости, Садок лишь немногим уступал по степени влияния своему двоюродному брату Сеуту. Скорее всего, подконтрольные Садоку территории находились в юго-восточной Фракии, рядом с Черноморскими проливами. Однако после смерти Сеталка царем стал не его Садок, а Сеут, Сатирай. Тодоров Я обращают внимание на содержание письма македонского царя Филиппа II афинянам, в котором они обвиняются в заключении союза с убийцей афинского гражданина Сеталка, а, как известно, афиняне имели союз с Садоком и даровали и ему почетное афинское гражданство. Свобода Гев высказал предположение о том, что из-за усиления при царском дворе сил, враждебных афинам, Садок утратил свое влияние. Совместив эти разрозненные и весьма противоречивые сведения, можно предположить, что Сеталк-Селевк погиб именно во Фракии, возможно, в результате заговора, в котором был замешан его сын Садок. Садок мог быть изначально наместником Селевка и Сатира Ай во Фракии. Возможно, Селевк и сам был не против сделать своего сына наследным наместником Фракии. Также возможно, что Садок хотел повторить карьерный взлет Спартака и в перспективе отстранить Сатира Ай, или просто сделать Адрисскую Фракию своим личным царством. Левкон Селевкович-странник на тот момент мог уже поселиться в Македонии и пожаловаться Филиппу за отца. Имя Садок структурно аналогично имени Садко из славянских народных легенд. Имя исключена тождественность Садока и Садко. Имя былинного Садко часто возводят к Садоку и Евр. Садок, краткая форма от «он», «бог», показал себя праведным, имя нескольких библейских персонажей. Но, как видим, Садок Фракийский был задолго до проникновения христианства в Причерноморье. Само Черное море в древности называлось Понтом, и также называлось государство, правящее этим морем, то есть Боспор или Царство Киосских Барсов. А в Былинах описываются странные взаимоотношения Садка с неким морским царем, описывается, что Садко нагрузил товарами 30 кораблей и поехал за море, также там периодически дается территориальная привязка к некому Новгороду. Так возможно, если бы Линный Садко это Фракийский Садок, морской царь это Понтийский, то есть Боспорский царь, Новгород это Неаполь Скифский, а отправке кораблей равно реальная торговля или военный конфликт Адресии и Боспора. Античные авторы описывали тесные связи Боспора с Фракией, так что и Синодов, Меотов и Сираков иногда обобщенно называли фракийцами, в этом кроме исторической правды было и весьма древнее зерно, ведь Боспор по сути являлся прошедшим реконструкцию и ребрендинг осколком Кемерийской державы. Таким же осколком были и Дунайско-Балканские фракийские родовые державы, которые были наследниками Кемерийской периферии былой провинцией, в то время как Боспор был осколком Кемерийского ядра. Кемерийцев иногда называют даже фракокемерийцами подчеркивая теснейшую связь фракийцев и кемерийцев, так что тут связи весьма древние и естественно обусловленные. Сатирай Спартокович Пантекшатер Эпифань Эвергит Держатель Сатирай, Эй, Эй, Сетирос Ай, Сетирс Ай, Сатрус, Святый Спаситель, Сын Спартака Ай, Архонг Боспора 433-389 Дайен, Верховный Царь Синдики. Сатирай воевал с миатами, движение которых возглавила Терготая. Она сильно опустошила земли синдов и территории Боспорского царства. Сатир, ведя в это время войну с Феодосией, желая заключить крепкий мир с вассальной синдикой, во главе которой тогда стала скифская княжна Терготая, он послал ей в заложники-воспитанники послы своего младшего сына Митродара. Другими сынами его были Левкон, Селевк Сатарович и Гаргип от синдийской принцессы, Гаргип был назван в честь ее отца. На монетах его периода антропологические черты внешности изображены условно. Сатир осадил сепаратистов в Феодосии, но осада города закончилась уже после его смерти. В это же время в синдике началась война, вследствие того, что меотская княжна Терготая вышла замуж за вассального Боспору царя синдики Гекотея и отобрала его власть. Гекотей был сыном князя Гаргипа и был братом для жены Сатиры ровно как и дяде и его сынам. Сатир согласился помочь Гекотею вернуть себе трон, если он женится на дочери Сатира и убьет Терготаю. Однако Гекотей ослушался и заточил ее в город, откуда она бежала к своим родственникам. Выйдя замуж за преемника своего отца на своей родине, Терготая начала военные поползновения против синдики и союзного синдом Боспора. Цари стали думать, как бы успокоить меотскую княжну, и ничего лучшего не придумали, как послать к ней в заложники младшего сына Сатира, Митродара, а заодно Сатир подослал к ним двух своих друзей, чтобы провести переговоры, но княжна отклонила их предложение и вновь началась война. Борьбу с меотскими сепаратистами закончил только сын Сатира Гаргип, который сам явился к Терготае с выгодными политическими предложениями и богатыми дарами. Согласно Демосфену, что также упоминается Ульпианом и Гарпократионом, Сатир погиб у стен, осажденной им Феодосией. Вероятно, здесь он узнал о смерти сына, о пустошительных погромах, творимых сепаратистами и пиратами, финансовых трудностях государства из-за войны. Все это ослабляло его дух и тело. Также вступление в войну греков добило царя. Из сочинения Полиена Ви-23 известно, что флотоводец Гераклей Тинних освободил Феодосию от осады так, ночью он подошел к городу на торговом корабле, взял с собой только одну триеру, три челнока, небольшое количество воинов и трех трубачей. Последним было приказано сесть в челноки, отъехать друг от друга и по данному с кораблей сигналу трубить через небольшие промежутки времени. Трубы затрубили, оглашая звуками воздух в окрестностях города, осаждавшие, предположив, что явился многочисленный флот, ушли в беспорядке, покинув караулы. Монеты ранней, археонактидской Феодосии Само название восходит к отням то и дас, то есть это богдание или богослужие, если делать смысловой перевод на славянский язык. Феодосия изначально была создана археонактидами и была верна им, до того как воспользовавшись ослаблением власти археонактидов времен конца правления Смагандра Фонагоровича и начало несостоящегося правления Митросана Смагандровича прогреческие элиты пытались там насадить тлетворную, демократию греческого образца и, полностью добровольно, включить Феодосию в состав Афинской морской державы. А для того, чтобы феодосийцы помнили о своем добровольном, присоединении, оккупации, афинской гегемонией, афиняне даже держали в Феодосии свои гарнизоны и всячески способствовали антибоспорским настроениям ее населения. Спартаку не удалось восстановить над ней контроль дипломатическим путем, Сатир постарался сделать это при помощи оружия. Что царю не удалось, а удалось его потомкам, Левкон восстановил суверенитет Боспора над Феодосией. Привезенный из-под Феодосии Сатирай погребен был в Синдике на Фанталовском полуострове, Страб. 11, 2, 7, и над его могилой насыпан столь великий курган, что даже четыре столетия спустя Страбон дивился его величию и красоте, отмечая как одну из достопримечательностей Боспорского царства. В Немфеи во времена Митросана Смагандровича к власти пришла некая Самма, возможно дочь, вдова или внучка кого-то из архианактидов, которая от своего имени чеканила монеты, но Спараток быстро там навел порядок, а вот с Феодосией все оказалось намного сложнее, ввиду присутствия иностранных сил. Упоминание Гекотея, как Скифа Синдийского царя, в боспорских надписях, Пантикапаирн, Керч, лейт 4th-3rdcbc, GVI-529 Перевод В земле Скифии я побывал у Гекотея, там он лежал, Лениус Пныйонта, друг ее родины, где была похоронена душа Ахирона, для его тела была гробница. Пантикапаирн, Керч, Сей 51bc, GVI-1812 Не разумом, но жизнью премудрой, он напечатал славу самоотверженных святых, став судьей. Итак, а Гекотей, немолодой, хотя ты и был в кругу нечестивых, ты избежал греха. Имя Сатир равно Сатар, равно Сетур, начально является эпитетом Кроноса, сформировано по тому же принципу, что и Горур равно старший предок гора, имя истан бога в египетском пантеоне. Герур, гор старший, на греческом Араэрис, в египетской мифологии, бог утреннего света. Особенно почитался в Литополе. В Комомбо, Верхний Египет, ему был посвящен большой храм. Изображался в виде человека с головой ястреба или сокола, а также просто как ястреб или сокол. Начально Сетур, или Сатурн, эпитет и мы, Кроноса, Асириса, который часто спасал индоевропейцев, часто жертвуя своими интересами или даже своим воплощением. Позднее имели «спаситель», «покровитель», «серватор», позднее прозвище многих богов, защищающих страну и город, а также охраняющих и исправляющих жизнь людей, спасая от деградации. Как известно, дядей гора был Сет. Имена Горур и Сетур аналогичны конструкции и значения. Представляется, что от имени произошла его фракийская версия, заменили индоевропейское исконное окончание «ор», «ур», «ар» на греческое аналог «ies», «os», «us». При этом, те, кто менял концовки или не знали или намеренно искажали имя так, что оно потеряло читаемость. Так, что фракийский царь Сиут Ай, сын Спарадока, 421-410 до Н. Вероятнее всего является фантомным отображением того, что фракия принадлежала царю Сатиру Ай, 433-389 до Н. Сиут Ай, Дыр, Греч, Лат. Эсиоэдезе, умер в 410 до Н. Царь адрисского государства в Афракии, правил в 424-410 годах до Н. В седьмой части «Анабасиса», ксенофонд сообщает о Сиуте Ай как о царе, покорившем многие соседние народы. В 431 году Даен Э. Ситалк, по просьбе союзных ему Афин, отправился в поход против Македонии, собрав войско в 150 тысяч человек. Сиут сопровождал Ситалка в этом походе. Влияние Сиута, второго человека в адрисском войске после царя Ситалка, было столь велико, что через 30 дней после его начала поход на Македонию был остановлен. После возвращения в Афракию Сиут женился на обещанной ему сестре македонского царя Пердитки-2, Стратонике. После того, как Сиут в 424 году Даен стал царем адрисского царства, он вдвое увеличил дань, выплачиваемую ему зависимыми от него греческими городами побережья Игейского моря. За годы его правления могущества, сила и богатство фракийского государства значительно выросли. Фукидид в своем сочинении «Пелопонесская война» писал, что ежегодный доход этого царства составлял около 400 талантов, и еще столько же в золоте и серебре ему приносили выплаты прибрежных городов. Фукидид также сообщал, что Сиут придерживался сохранения дружественных отношений с Афинами. В 411 году Даен, Сиут и начал войну с Афинами за обладание полуостровом Галлиполи. Годом позже он тяжело заболел и умер. После смерти Сиута адрисское государство было разделено на три части и управлялось соответственно Амадоком Ай, Месадом и Хибризельмом. А в Боспоре были царевичи Левкон Ай, Метродор и Горгиб. Как и имя Селевк и Спарток, имя Сатир, Сатер, распространилось в эллинистических государствах, восходящих к диадохам Александра Македонского, 356-323 года до Н.Э. Во времена после правления боспорского царя Сатира Ай, 433-389 года до Н.Э. Примеры. Египет, Птолемей Ай, Сатер, 323-282 до Н.Э. Птолемей 9, Сатер 2, Птолемей 11, Сатер Александр 2, Сирия, Антиох Ай, Сатер, 281-261 до Н.Э. Селевк 3, Керавн, или Сатер, Диметрий Ай, Сатер, 187-150 до Н.Э. Пергам, Аталай Сатер, 269-197 до Н.Э. В Римской империи эпитеты Сатер и Сатейра, Сатерия, стали использоваться и в качестве имен, так, например, известный епископ римский Сатер. 174-175 и мученица Сатерия Римская, Кей. 305. Позднее, в 1843 году, в Керчи нашли надпись за 275-279 годы этой эры, где, помимо прочего, упоминается победа позднего боспорского царя Тейрана и его царица Алия, Грич. Каурпус инстрептионум ригни без паорни, Сирирп, 36, богам небесным, Зевсу-спасителю и Гире-спасительнице, за победу и долголетие царя Тейрана и царицы Алии. Но обратим внимание на следующее, Зевсу-спасителю и Гире-спасительнице. Та есть до поздних времен имя Сатеров было эпитетом царей и богов, со значением «спаситель, защитник». Селевк Сатерович отправился на восток и правил среди скифов на северном Прикаспии. Сыном Селевка был Таргитай, который ушел далее на восток и одолел пять местных князей, имевших свои царства с крупными столичными городами. Таргитай Селевкович и его сын Селевк Таргитаевич вели постоянные войны с местными династиями, только при Левконе Селевковиче царство устоялось, потому и названо Левконовым царством. Царство усилилось при Садаре Ай-Левконовиче и стало еще сильнее при его сыновьях. Есть основания считать поздних эфтолитов потомками правящей династии Левконового царства. Так восточных Левконович и Селовковичей можно считать протеэфтолитами, или эфтолитов можно называть восточными левканидами или садаридами, садаровичами. Активно взаимодействуя с восточными скифами, саками, и греко-бактрией эфтолиты создали крайне благоприятные условия для гуннских походов в Азию после времен Аттилы. В свое время, они держали в страхе Китай и Иран, активно сотрудничая с потомками археонактидской династии Тибетского царства Сурмиеновичей. Обретя известность в раннем средневековье эфтолиты поздние ушли с исторической арены, а их потомками стали пуштуны. Повторение имени Таргитай может указывать на то, что отношение к княгине Терготая, в этом роду, не было негативным, или же они хотели подчеркнуть, что имеют больше отношения к древнему легендарному скифу Таргитаю, чем княгине Терготая. Около 410 и 405 годов до Н, представитель Афин, в Немфе и Гелон нарушил ведение дел, был вызван в свой родной город и предан суду. Поскольку Афины находились в состоянии развала созданной ими морской державы и потерпели поражение в борьбе со спартанцами и их союзниками, Гелону удалось избежать наказания. Он снова перебрался на Боспор и при помощи верного ему местного гарнизона он отверг Афинский протекторат над городом и передал Немфей Сатиру. В благодарность за это Сатир подарил Гелону городок Кепы на азиатской стороне Боспора во владение и наследственное правление в чине наместника в составе боспорской державы. Здесь Гелон женился на очень богатой и знатной скифянке, принесшей ему много золота и родившей двух дочерей. После того, как они выросли, он отправил их в Афины, снабдив большими деньгами, как сообщает известный оратор из Хин. Старшая дочь Гелона Клеобула вышла замуж за Демосфена. У них родился сын Демосфен, ставший самым знаменитым греческим оратором и защитником в судах. Возможно, между Афинами и Сатиром из-за подчинения им Немфея сначала установились натянутые, но вряд ли враждебные отношения. Как только Сатир начал войну с Феодосией, поддерживаемой Гераклеей и Понтийской, у которой с Афинами из-за торговых операций на Понты и ее союза с Персией были далеко не дружественные отношения, афиняне в своей политике начали постепенно сближаться с боспорскими правителями. Так уже в 394-м годе до Н. был заключен договор о взаимной выдаче преступников, о котором известно из речи знаменитого оратора Исократа, защищавшего неизвестного по имени сына Сапея, отправленного им с боспора в Афины. Второе поколение царственных ветвей династии Симандровичей по сыну Актомасада Гекотеевича Скетипарида и Боспорской княжны, Испаку, ушедшему за Каспийское море. Фарамелиховичи — это шестая ветвь второго поколения Симандровичей. Ее называют отсеченной ветвью. Также от Левкона Ай идет две малые запантийские, малоазиатские, ветви. А от Левкона Два через его сына Миатра и внука произошел род Камаратовичей, которые так были названы по имени Камарата Миатровича. Это девятая военная ветвь. Алкогигейнониты — потомки Гигейнонта и предположительно алкофоя, десятая, низшая, потерянная ветвь. Второспорцы — третий виток Спартаковичей, одиннадцать — великая ветвь династии Симандровичей, второго поколения, потомки Пересада Два через Спартака — четыре. Четвертая боспорская ветвь Симандровичей. Кроме второспорцев, от этого же корня происходит род Альвеаспаридов, Боспарихов, потомков Спартакидов, которые остались в Ольвии, но не правили там. Это двенадцать — малая ветвь второго поколения Симандровичей. От детей Спартака шесть смешавшихся с детьми Левкона три произошла династия Леаспаридов, которая сформировалась через три поколения в миотасинской среде. И стала малой миотской княжеской ветвью, и всегда была верна боспару. Тринадцать — ветвь. От нее же на раннем этапе формирования откололись Леандровичи, которые стали править три городами на Волге. Четырнадцать — ветвь. Левконовичи — шесть кельтских княжеских ветвей от Левкона Боспорского. Левкон Кельтский породил Левконовичей пятнадцать ветвь, Притон Притановичей шестнадцать ветвь, Ассандр, по сыну Вару, Варговичей семнадцать ветвь, по сыну Спартаку Кельтскому, Спартаковичей кельтских восемнадцать, Евмелис, Евмеловичей девятнадцать и Отавлевк, Авталайкос, Авталиковичей двадцать ветвь. По просьбе самих кельтов Левкановичи стали править в их землях и остановили войну, которая до тех пор разоряла пять княжеств Варговичи и Спартаковичи правили, разделив власть в Субирском княжестве 21 ветвью является, отошедшая от потомков Акхеи, понтийцев, династия Ашаковичей Парфянских Левконнай и Интрадавадж Благородный меток Азбаспорский Левконнай, Эй, Луканнай, Лукрнай Нобелес, Левко, старший сын Сатираса Ай, Сатира Ай, Архонн Боспора 389 до Н, 349 до Н, Э, и Феодосии, 349 до Н, Э, Басилевс Синдов, Торетов, Дондариев и Псесов Позднее Басилевс всех Синдов и Меотов, 349 до Н, Э У него было два младших брата, Метродарос и Гаргип Ай, которые правили вместе с ним, изначально помогая Сатиру Когда Сатир Спартакович оставил этот мир, Левкон Сатирович принял брызды правления Метродор умер ранее, а Гаргип Сатирович после суда над Гекотеем унаследовал право и обязанности последнего Царя Синдики Авасала Боспорского царя Левкона При Левконе Ай была осуществлена широкая экспансия К Боспорскому государству присоединены Феодосия, около 380 до Н, Э, весь Восточный Крым, племена Прикубания, Синдери, Тореты, Дондарии и Псессы Именем, родом и деятельностью Левкон имел параллель с Левканиром Архианактидом У Левканира и Левкон прослеживается обратная аналогия как у скифских князей Скилл и Скиллур Имя Скилл является краткой версией имени, которая в расширенном виде имеет форму Скиллур Так же как Левканир и Левкон, отдаленная аналогия с сарматским Ираспараганом и готским князем Респа, Респа Учитывая то, что Скиллур и Скилла были скифскими царями, видим, к какому этнолингвистическому родству народов Боспор был ближе Ведь ничего подобного в греческих именах не наблюдается И так же полная версия боспорского имени Притон, восходящая к греческому слову, Притон, правитель Звучит как Притонор, что и зафиксировано в названии династии Спартаковичей, ранних спартакидов Агет Вагатырс Акхея, Акхей, Акхария, Акхарий Аргот у Архатарн Господа, Господь, Господарь Хиспадин, Спадин, князь Аорсов Айвбдаэн Упомянут Страбоном, книга 11.5,8 Аспада, Аспада, Осподарь, Осподарь, Звездочка, Звездочка Дагдама, Адагдаммаар, Датама, Датамар, Идант, Идентиор, Идентиорс Карадон, Карнодонар, Плевкон, Левконир, Плевко, Селевк, Парадат, Спарадат, Притон, Притонор, Рган, Респа, Эраспараган Санданакос, Сандаксатра Сандаксатра, Санданакшатра Исанданакос, Исандаксатра Сеут, Савтор, Сатор, Сатирас Скил, Скиллур Спарт, Спарадак Фарна, Парн, Фарнак, Пранак Увакушар, Увакшатра, Подлинное имя Дария 2 По нему, или по Левкониру Древнему, некоторые, античные авторы называли Спартакидов Левконидами, царями из рода Левкона Возможно в том, чтобы такое название устоялось сыграли роль и Левконир и Левкон Когда в Синдике был свергнут союзник Боспора царь Гикотей, вероятнее всего потомок Паладана Архианактида или Адермаха или скрещения династий, Левконой вмешался в дела Синдов Узурпатор Актомосат, сын царя Синдов Гикотея и Терготая, военной силой Боспора был изгнан Узурпатор Актомосат бежал к Скифам и со своими приверженцами влился в Скифа с армадскую среду Гикотей был восстановлен в качестве царя, но лишь для суда, который произвел над ним мага Ксенас Левкон в Пантикопее Позднее Гикотей лишился прав, а князь Левконай принял титул верховного правителя Синдов и в официальных надписях стал именоваться «Царем Синдов» КБН 6.6. В надписи, найденной в 1985 году на Семибратнем городище, столице Синдского государства, содержится стихотворное посвящение Аполлону Таргелию Она дает основания полагать, что царь Гикотей был вновь смещен и изгнан, но Левконай помог ему вернуть власть Есть основания считать, что Семибратное городище было основано приблизительно на рубеже шествий ВВДН Как столица Синдского государства Вероятно, его основали предки Гикотея Сам Гикотей мог быть потомком Адермаха, Синдской правящей династии и первых архианактидов Его имя не Синдское, а греческое, восходящее к имени Гикаты, что свидетельствует о сильной эллинизации не только в Малом Боспоре Но и в его ближайших соседях, постепенно вливающихся в его состав Ученными установлено, что Левконай поставил изваяние Аполлону Таргелию, который особенно почитался в Боспоре и считался владыкой города Лабритян Надпись Левкона Ай после победы над Актомосадом Гикотеевичем Кровожадным Клятвина Левкон Сатирович посвящает Сиелу Чезарному Аполлону владетелю В этом городе Лабритями Правя Боспаром и Феодосией, Левкон одолел в битве и изгнал из земли синдики Актомосада, сына Гикотея, который, лишая отца державы, нападал на сей город Далее Левконай починил другие мелкие меотские державы Таретов, Киркетов, Дондариев, сохраняя за правящими династиями право местной аристократии, но перебирая себе титул царя соответствующих государств Наместником в Синдике оставался брат Левкона, средний сын Сатира Ай Гаргип Центр земель Синдов, город Синская Гавань, с позволения Левкона, был переименован Гаргипом в Гаргипию Женой царя, вероятно, была Феодосия Евсебия Сапея, которая, может быть, была дочерью знаменитого боспорского дипломата, синского княжеского происхождения Сапаиса Возможно, их род был связан с потомками Митросана Смагандровича или другими ранними архианактидами, которые при Спартаке бежали в Феодосию Димосфин сообщал, что ежегодно при Левконе с Боспора вывозилось 400 тысяч медимнов хлеба, 16 380 тонн В правлении Левкона Ай около 375 года до Н, в городе Пантикопей впервые, из-за фиксированного археологами, начался выпуск золотых монет Другая надпись, перевод реконструкции Ф. Шилова-Коведяева, гласит, Левкон, сын Сатира, и сыновья дали Апол-Онию, сыну Ксе, номина, беспошленность на все товары ему и потомкам во всех делах Которые другие, согласно Оной, имеют, для всего Боспора, дали ему и, право Энгтесиса, владеть землей и домом, и право, выплывать из гавани, во время войны и во время мира, и вплывать в нее без конфискации и заключения договора По материалам с Ю, Сапрыкин древности Боспора 26. Прибыл В 353-м годе Левкону предстояло вести войну против Артабаза, Персидского Сатрапа и дальнего родича по линии Ахименидов и Понтийских ветвей Археонактидов Эной тактик Звездочка, греческий офицер и военный теоретик 4 века до Энн, сообщал, что Левкон получил афинское гражданство за продажу зерна Афиняне также чтили его сыновей Поляин, Полиайнос, другой греческий писатель, рассказал о нем четыре рассказа Первая рассказывает о его финансовых хитростях и реформах, позволивших ему увеличить прибыль многократно Это его мудрость, ведь правитель должен стремиться к преувеличению количественного и качественного потенциала своей державы По второй, когда он узнал о заговоре против него, он занял деньги у купцов и попросил их быть его телохранителями, потому что, спасая его жизнь от заговорщиков, они получат деньги назад Купцы согласились, и Левкон с их помощью убил врагов Это его мудрость, ведь купцы более прочего ценят деньги, а значит должник им нужен живым Третья история касается уловки Левкона против командиров нескольких триеров Обнаружив их запланированное предательство и дезертирство, он призвал их к себе Он сказал, что до него доходили слухи о них, которым он не верил Он приказал прекратить действия, чтобы они не были виновны в поражении в бою На их место он назначил других триерархов, командиров триер, и должности отдал родственникам подозреваемых Однако после окончания войны он решил, что подозреваемых надо судить Они и их родственники были окружены и убиты в суде Это его мудрость, ведь предатели нечисты, и позволяя им существовать в своем окружении правитель приближает поражение В четвертом и последнем он рассказал, как Левкон справился с вторжением бироклиотов, пытавшихся оторвать город Феодосию от связанных с Боспаром территорий Ибо они прибыли флотом в его страну Левкон, видя, что его солдаты потеряли дух, решил поставить гоплитов впереди, а скифов позади них Он громко приказал им стрелять из луков в тех, кто задержится в бою Услышав это, гоплиты даже не дали своим врагам сойти на берег, Феодосия была взята и враг изгнан от Боспора Так Левкон Ай, впервые из зафиксированного в признанной истории, вел в военную практику заградотряды Это его мудрость, ведь бегущие с поля боя легкая добыча врагов, а кто сзади имеет лишь смерть, более мотивирован идти вперед В годы его правления произошло территориальное освоение, захват Феодосии и областей южней реки Кубань По словам Полиена Гераклейцы, выступили против Левкона с многочисленным флотом и стали делать высадки в его стране, где заблагорассудится Об этом же говорится в «Экономике» псевдоаристотеля 2 Прибегнув к сопоставительным подсчетам, можно предположить, что эти корабли могли вместить около двух тысяч гоплитов Но несмотря на эти трудности Левкон успешно восстановил власть Боспора над Феодосией От жены, Феодосии и Евсебии Сапея, дочери Сапея, Сапииса, у него было трое сыновей, будущих архонтов Боспора, Спартак 2, Спартакаса 2, умер в 344-м годе до н Паирисатай, Паирисадышаай, умер в 310-м годе до н. э, и Аполлоний, Р.П. Аленеоисий, умер около 344-го года до н. э После его смерти в 349-м годе до н. сыновья разделили страну Спартак 2 получил основную часть, Паирисатай, область с городом Феодосия, а Аполлоний, земли Синдов Паирисатай объединил страну в 344-м годе до н. после смерти братьев Он был мужем Камасарис, дочери дяди Гаргипаай Звездочка иной тактик, инерстактек, греч Четырех век до н. э, греческий писатель, автор нескольких учебников по военному искусству Единственным его произведением, дошедшим до наших времен, является трактат «Оборона осажденного города», в котором автор описывает методы эффективного нападения на вымышленный, образцовый греческий полис, а также способы защиты от враждебного греческого полиса, предотвращения восстания собственных граждан О самом Эне известно мало Предпринимались попытки отождествить его с несколькими персонажами с этим именем, происходящим в основном от греческого стимфалос в Аркадии на Пелопонносе, однако на основании сохранившихся сведений его нельзя однозначно связать ни с одним из них Среди многих надписей тех времен существует семь боспорских надписей, упоминающих Левкона, по которым можно проследить территориальный рост его государства Одно посвящение Аполлону с семибратнего городища характеризует Левкона архонтом Боспора и Феодосии, Сэмэя, Тахтасьев, 2004 156 Два другая надпись Серерб, 25, Иоспи 2, 15 Говорит А Три надпись, обнаруженная при раскопках Немфея в 2000 годе, в которой он именуется Архонтом Боспора и Феодосии, все Синдики, Торетов, Дондариев и Псессов, Соколова, Павличенко, 2002 Важная деталь, зафиксированная этим документом, заключается в том, что под властью Левкона оказалась Вся Синдика Ученые предполагают, что ранее он владел лишь ее частью, Те Территориями отдельных синских родов или ТП, Соколова, Павличенко, 2002 113, СР, Завойкин, 20 046 Но тут ситуация несколько сложнее, так как начиная от Археонакта, под власть Боспора попадают некоторые владения Синдики, далее и сама Синдика становится вассалом Боспора Некоторое время титул царя Синдики носит Синский царь, а верховный царь Боспора также является царем над Синдикой и сюзереном Синского царя Далее, после Гекотеевско-Терготайской смуты, даже титул вассального Синского царя перешел младшим или боковым представителем Боспорской династии, и в конце концов редуцировался до Одного из титулов Боспорского царя с полной инкорпорацией Синдики, а далее имиотии, матьены, в состав Боспора Четыре надпись, КБН Шесть А, называет Левкона, Архонтом Боспора, Феодосией и Синдов, Базилевсом Торетов, Дондариев и Псессов Титул Архонт сохранен здесь только для Синдов, для других властитель Боспора назван Базилевсом Пять надпись, КБН Шесть, называет Левкона, Архонтом Боспора и Феодосией, Базилевсом Синдов, Торетов, Дондариев и Псессов Такая же титулатура сохранена в надписях 6 и 7 Сереб, 6 и Оспе, 2, 6 Стратоклесом посвящено сие, для отца своего династрата, жреца Аполлону лекарю, во время управления, архонствования, Левконом Боспора и Феодосии, и во время его властвования, Базилевствования, над Синдами, Торетами, Дондариями и Псессиями Восемь надпись, КБН Восемь, называет Левкона, Архонтом Боспора и Феодосии, Базилевсом Синдов и всех Меотов Подобная пышная титулатура царей многосоставного государства существовала и в Персии Вероятно, что персидские цари использовали более древнюю месопотамскую традицию, ведь у скифов были несколько другие династические обычаи Возможно, что Боспор частично заимствовал ассирийские династические обычаи именно через Персию Правда тут можно вспомнить еще и хеттов, родичами которых были ранние археонактиды Хетские цари именовали себя царями Хатты и Кецуватны, Кецувадна, Антич К. Катаония Египетские фараоны именовали себя царями двух земель Верхнего и Нижнего Египта Такая титулатура, когда царь именовался владыкой местной политикотерриториальной дуальности, являлась отсылкой к подобию земного царя со Всевышним, который является властителем вселенской дуальности В геральдике хеттов власть царя Надхатты и Кецуватны отображалась в виде двуглавого птаха, держащего в руках двух зайцев или повергающего двух других животных Посвятительная надпись Теопронида, сына Мегакла из Немфея, датируемая временами Левкона Ай 389-388-349-348 года до Н.Э. Надпись из «История и вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2017-го, номер 6, секунд 62-72 к истории правления Архонта Гигиенонта, 2017-го года М. М. Чорев Фоногорийские монеты Левкона Если верна теория о тождественности ранних боспорских царей и царей Фракии, то Левконой равно Амадокай, Грич Фракийский царь в Адрисском государстве времена его правления 408-389 до Н. Или 410-390 до Н. Происхождение его неизвестно У Ксенофонта, в Анабасе-Секира, Амадок упоминается как «горный царь», «царь Адрисский», а Исократ характеризует его как «старого» Время правления Амадока стало периодом укрепления и возвышения Адрисской державы Царь проводил также умелую дипломатическую политику, установив добрососедские отношения с Афинами и личные, дружеские, с Алкевиадом В современной литературе его именуют Амадок, у Ксенофонта он Аматок, в греческом написании «метокай», что может иметь параллель со именем богини Метиды, Метис, Дыр, Грич Что также означает «мысль» или «премудрость» Таким путем, эпитет Меток, Метокос, означает «мыслящий», «премудрый» или «разумный», как и имя более позднего Гигейнота А порядковый номер сего мудрого царя Ай, как и Левкона Ай, которым с великой вероятностью он и есть Концовка имени Меткей, как Спарадкей, и если имя Спарадока верно реконструировано, как Спарадата, то и исконный прототип имени Метака Метадата, датель мыслей или данной мыслью У Ксенофонта он назван Адрисском царем, а на базисе 8, Хай, 16, Ив, Эленики, 4, 8, 26 Или просто «царь, Анап, точка, 7, 2, 32, но ни разу не именует его фракийским царем» С этим согласуются сведения, политики, Аристотеля, где Медок назван Адрисским царем, Арист Полит.13.12.а Бета Этот текст Блаватская перевела следующим образом Принесший обет Левкон, сын Сатира, Архонт, Фебу Аполлону поставил Тому, что в Лабрите Владыки же города Лабритян я, помогающий после Сражесния и победы над Фсадосией, указала к Томасаду, уводи к себе от Синдов обоих сыновей и уничтожь смертоносную дружбу царя Синдов Ведь враждебен доводящий царство до тяжелейшего поражения Т. в Блаватская Посвящение Левкона Ай-Слэш-Слэш-Ра19-93-2 34-48 Хереманрсер, Трмран, 389-348-БС 1 Трмранпенен.эль-Сукур, 389-348-БС и Оспи-2-343 1 5 Хереманрсер, Трмран, 389-348-БС 1 Меньше чем больше чем 5 Звездочка-звездочка Сапарда, или Спарда, была древней страной, 720-670 до Н.Э К югу от Сагратианы, соответствующей современной области Биджар на северо-западе Ирана Во времена медийцев и ассирийцев в этом племени доминировали последние Около 670 года до Н.Э. Душини, царь Спарды, присоединился к восстанию под предводительством Каштарити, царя Мидии, против Ассирии В названии страны Сапарда, или Спарда, присутствует явная параллель с именем Спарадата и греческой Спартой Также, во времена Ахименицкого господства столица Анатолийского государства Лидии, Сарды и вся Лидия, также именовалась Спардой, вероятно в честь той древней Спарды Что стало одной из основ выживания кемерийцев в Передней Азии и формирования Ахименицкой империи Тут параллель с названием греческой Спарты, отчего становится и понятнее откуда у спартанцев был такой порядок, не свойственный остальным грекам Метродар Пакиластаф Епифан Евсеп Катиар Метродар Пакиластаф Епифан Евсеп Катиар Евергет, Боспорск М. М. Пантийск М. М. Дыр Греч Метродарос, Метродарос, сын Сатира Ай, архонт Синдики 389 до Н 380 до Н, царствовал в соправительстве с братьями Левконом и Гаргиппом Ай, которые правили вместе с ним, изначально помогая в правлении отцу Он был боспорским наместником и верховным царем Синдики, но у Синдики был и свой вассальный исконный царь и Гекотей Метродар пытался помочь вассальному правителю Синдики Гекотею и, вероятно, погиб от рук его врагов Актомасада или его матери Терготаи В него были влюблены многие скифские и греческие царицы, а некоторые священнослужители считали его божественным воплощением Свою непродолжительную жизнь он занимался философским постижением мироздания и проповедью среди народа Был активным проповедником и защитником Таргилейской веры, почитая сага Эра Аполлона, бога Всевышнего Высочайшего Имя которого было выложено рубинами на очелье шлема князя Метродороса Когда воинство демонических пиратов готовилось разорить Синдийские берега Метродорос, собрал верное воинство и возглавил битву против нечистых Вот песнь, которую баспаряне пели для подкрепления его сил Море очистись, нечисть уйдя, Бог наш Всевышний искаем аргаса лучи Море очистись, нечисть уйдя, Бог наш Всевышний искаем аргаса лучи Море очистись, нечисть уйдя, Бог наш Всевышний искаем аргаса лучи К славе взываю древних богов Силу вздымаю из глубины веков Так мною сказано, так пусть и будет Число вражеского войска скоро убудет Море очистись, нечисть уйди Бог наш Всевышний и Скаемаргоса лучи Свят-свят Евергет Скаемаргос Бог высочайший в сиянии священных огней Евсеп-Евергет лучи своей яви Мы их примем, но умрут нечистые враги Бог высочайший в сиянии священных огней Евсеп-Евергет лучи своей яви Мы их примем, но умрут нечистые враги Бог высочайший в сиянии священных огней Евсеп-Евергет лучи своей яви Мы их примем, но умрут нечистые враги Море очистись, нечисть в уйдиа Бог наш Всевышний и Скаемаргоса лучи Мудрость Скаемаргоса сияние археонакта Князя освяти, усиль, веди, мудростью своей его и нас напои Мудрость Скаемаргоса сияние археонакта Князя освяти, усиль, веди, мудростью своей его и нас напои Мудрость Скай Маргаса сияние археонакта Князя святи, усиль, веди, мудростью своей его и нас напои Скай Маргас святый, бог наших дедов В жертву могуществу твоему приносим всех этих врагов Скай Маргас святый, бог наших дедов В жертву могуществу твоему приносим всех этих врагов Скай и Маргас святый, бог наших дедов В жертву могуществу твоему приносим всех этих врагов Его отображением в Адрисской династии является Майсад, Дыр, Грич Правитель во второй половине Вивека Да-Эн-Э Имя Майсада родственны имена Мактамасад и Пересад Если Пересад равно Прасад, равно Божественная Благодать То Майсад равно Радость Мая, равно Удовольствие Материальным Миром Неизвестно было ли имя Майсад одним из имен Митродара Пакиластафа Епифана Евсеба Было ли это имя его наместника, или этим именем просто заменили имя Митродара В списке правителей Фракии по ошибке или приказу римлян Современные историки так и не пришли к согласию в вопросе, где, когда и как он правил К. Ф. А. Анисимов, Т. Д. Златковская, М. Ф Высокий, С. М. Крыкина, И. Венедиков и Т. Герасимов высказывают разные предположения, которые часто взаимопротиворечивы и иллюстрируют только ситуацию того, что историки не имеют внятного представления о данном правителе и всем, что касается его истории Гаргипа Епифански Тагна Тайсин Даркнез Гаргипа Епифански Тагна Тайсин Даркнез, Гаургип Асай Был сыном сатиры Ай из династии Спартакидов, совместно правил со своим братом Левконом в Боспорском царстве, 389-349 до Н. Э. После смерти Метродора, Гаргип стал наместником восточной части государства, то есть Синдики, но короновался именно как Синдаркнез, базилев Синдики, со столицей в Гаргипе, бывшая Синская гавань, современная Анапа, где он предположительно и правил до самой своей смерти в 349-м годе до Н. Э. Гаргип был героем Боспорско-Скифской войны за Синдику, еще, будучи соправителем Боспорского царства вместе с отцом Сатира Май, когда он был наместником Сатира в Фанагории. Он многое предпринял для окончания войны, которую его отец вел с царицей Терготай. Отчасти ему помогало то, что будучи родственником Гекатея и боспорским царевичем он имел больше прав на трон Синдики, чем Актомасад. А его имя Гаргип напоминало Синдам о старом царе Гаргипе, старшем родственнике Гекатея, который правил до Гекатея, взывая в их душах к чувствам ностальгии. Так он стал соправителем Левкона Ай, праве избывшей столицы державы Гекатея. Гаргип переименовал Синдию, столицу царства Гекатея, Синдику, в частности, Страбон назвал Синдику, царской столицей Синдов, в Гаргипию в честь себя и своего деда по материнской линии, также Гаргипа. И окончательно превратил этот город в региональный центр Боспорского царства. Женой Гаргипа стала Левкотия дочь Гекатея, племянница Гаргипа, царевна Синдов. Браком с Левкотией Гаргип сосредоточил в своих руках все возможные права на трон Синдики, и высшего сюзерена, и наследного царя. С Левкотией он стал отцом Камасарии и Гаргипа-младшего, которого позднее подло убил Фарамелих, обвинив в этом преступлении оруженосца молодого принца Пересада Ай. Дочь Гаргипа и царевны Синдов Левкотия, дочери царя Гекатея, Камасария, позже вышла замуж за своего двоюродного брата Пересада Ай, сына Левкона, впоследствии правителя Боспорского царства. Гаргип на троне Синдики утвердил власть спартакидов над Синдикой, а брак Пересада и Камасарии окончательно присоединил Синдику к Боспару. Теперь Боспорский царь был уже не сюзереном своего вассала Асинского царя, отдельного Асинского царя более не существовало, а этот титул полностью влился в титулатуру владыки Пантикопея. Нарративное свидетельство содержится в речи Динарха против Демосфена, обвинявшего последнего в том, что по его распоряжению в Афинах были установлены медные статуи тиранов из Понта, Пересада, Сатира и Гаргипа. Фарамелих использовал Гаргипа для того, чтобы провести нужные ему реформы и в результате захватить власть в Боспоре, которую Гаргип уже был готов отдать злоречивому едотворителю Фарамелиху. Но против несправедливости восстал Пересад Левканович. Гаргип пытался воспрепятствовать этому, он приказал поймать Пересада и разгромить всю враждебную группировку, но Пересад привлек на свою сторону многих знатных и влиятельных людей. В стране началась гражданская война, Гаргип одержал победу, заговорщики были пойманы и преданы суду, но принцу Пересаду удалось бежать в родственное царство Понт Синопский, ибо спор и Понт в ряде древних источников называются Понтом, иногда Боспор называется Понтом Древним, а Понт — Понтом Синопским или Акхейским. Там Пересад общался с представителями династии киевских барсов и прошел все надлежащее посвящение на реке Сакария. Где принял наследие Симандра и сияние Аполлона? Вероятно, что за гонениями на Пересада стоял Фарамелих нечистейший душегуб-извратитель, который боялся священного могущества святого принца и намеренно настраивал Гаргипа против родича. Пересад узнал, что Гаргип неожиданно тяжело заболел. Пересад знал, что Фарамелих настроил Гаргипа на убиение Пересада, но Пересад желал спасти Гаргипа и Боспор, поэтому он тайно вернувшись в Боспор объявил о своих правах. Гаргип, ранее, не смог разоблачить всех патриотов верных Пересаду и Таргелейской вере, а родственники тех, кого Гаргип казнил, жаждали мести. С их помощью Пересад поднял новое восстание, сначала он захватил большую часть страны, потом занята была столица. Гаргип из-за болезни, до которой его довел Фарамелих, не смог оказывать никакого сопротивления и умер. Пересад разбил в бою приверженцев нечистого Фарамелиха и стал новым полновластным царем Боспорского государства. А. М. Новичихин изучал династическую историю Синдики после ее вхождения в состав Боспорского государства и определяет роль Гаргипа, сына сатира, в управлении этой провинцией, как представителя боспорских спартакидов и преемника наследного потомственного синдийского династа. Он использует письменные, прежде всего эпиграфические, источники для изучения судеб древних, и обнаружил дополнительные аргументы в пользу того, чтобы считать Гаргипа из «Стратагем» Полеена и Гаргипа из речи Динарха дедом и внуком Тески. Обнаружена связь между семьей правителя Синдики и представительницей известного херсонесского рода, носившей имя Гаргипа. По такой реконструкции, дедом является Гаргип Синдийский, а внуком Гаргип Пересадович. Бронзовый боевой топор из Синдской могилы конца 7, начало 6 ВВ Дайан-Э, около Цукурского лимана. Бронзовый панцирь с рельефным изображением у граформы Змеевласой Мары, найденный в Прикубании. Также классический Синдский меч был широко известен и ценился на просторах скифского мира от Фригии до Гандхара. Он существовал в Северном Причерноморье и далее, развиваясь и меняясь. Его разновидности активно использовали бранники, греч. И они же их занесли в Прибалтику и Западную Европу. Поэтому их можно считать более совершенным прототипом более поздних и упрощенных, так называемых, королинских, мечей. Данные предметы являются синдскими предметами, имеющими как отголоски кемвранского владычества, так и меотские и боспорские мотивы. Например, локоны волос Мары стилизированы под аналогичные варианты прически Гаргоны Медузы, что к синдам пришло от скифа греческих иконографических склеек, возникающих на боспоре. Изучим санскритские параллели данного имени. В северо-восточной Индии, в штате Утар-Прадиш, на берегах реки Рапти, на востоке штата Утар-Прадиш, близ границы с Непалом, сейчас расположен город Гарагхпур, хинди, произносится как Гаурекрпур, англ Гаурекпер. Гарагхпур назван в честь аскета-гуру Гарагхнатха, святого, который популяризировал Хатхайгу. Храм Гарагхнатх, где он учился, является главной достопримечательностью города. Городу уже под трех тысячи лет. В IV веке до Н.Э. Гарагхпур перешел под контроль империи Мауриев, затем Кушанского царства, империи Гупта и Харша. Но это не важно. Важно наличие имени Гарагхнатха, превосходящей Гарагха, слова Гарагхапур, Гарагхаграт и индоевропейского слога «Па-Великий». С данным слогом можно составить синоним имени Гарагхнатха, который будет звучать как Гарагхапа, а от этого уже рукой подать до имени. Другое аналогичное имя на санскрите или Гаурипрс. Богиня Гаури, также известная как Аннапурна, дающая пищу. Гаури, светлокожая, одетая как замужняя женщина, с волосами, завязанными в узел ленты из цветов. Гаури сидит на левом колене Шивы, наслаждаясь его вниманием. Гаури — это природа, которая приручена. Имя Гаурипа указывает на Шиву, как рода господина природы. Так, что не имея прямых аналогов в среде греков данное имя имеет сразу несколько параллелей в индоевропейской среде. Статуя из Гаргипии и фракийская монета Гебризельма — общие черты лица сходны. Статуя из Гаргипии 187 года Герадор, сын Неокла, наместник Гаргипии, поставил. Почета ради, статую в честь Неокла, своего отца, бывшего наместника Гаргипии, то есть номинально. Статуя изображает Неокла, но по древней традиции, максимально смешав его личные черты с чертами Гаргипа и уподобив Неокла Гаргипу, как это только было можно. Неокла изобразили в облике Гаргипа, так же как божественного Метродата Евпатора изображали в облике Зевса, а его сыновей в обликах высших богов, так же как позднее и Наполеона, и Джорджа Вашингтона изображали в виде Зевса, или наделяли его атрибутами. Фракийская монета Гебризельма, которого следует считать фантомным отображением Гаргипа, как видим на обратной стороне монеты присутствует изображение льва, как и на боспорских монетах разных времен. Пантикапаирн, Керч, Пантикапей, Сей. 50bc, 50ad, Gvi 1989. 1. 5. 10. 15. Меньше чем, больше чем. 20. 1. Теафили, Екатые, Чар. Теафилин, Митэй, Гетер, Минэнд, Хадин, Екатые, Ауэмнунта, Грмой, Партинан и Тхеаи. 5. Эфтрзди, Варпаха, Садис, Ираса-Тагрмев, Ферсеэфонус, Есидан, Кресана, Ферсеэфонан. Кей грамма, Петри, Зэка, Гэрэйфэн, Стелитидос, Карин, Дэкри и Теафилин, Синопида, Теэс, Меланимфаурс, Испатердэйдаширс. 10. Теафилин, Мусорн, Теафилин, Мусорн, Теафилин, Чар. Теафилин, Мусорн, Теафилин, Молон, Теафилин, Мусорн, iteals, Испатеріго. Теафилин, Испатердэйнах, Теафилин, Миссар, Гэринах, Испатерфурса, Миланимфаурса, жрецедевственницы, что считалось запрещенным. Проводится параллель между этой историей и историей Аида и Персифоны. Аид называется отцом или дядей Гикотея. Это неудивительно, ведь по греческой мифологии вход в Тартар был около Танаиса, а значит с точки зрения мифологизированной историографии Гикотей мог считаться потомком Аида. Или еще вариант, что тут речь не только про бога Аида, но и про синского князя того же имени. Бронзовый боевой топор из синской могилы конца 7, начало 6 ВВ Дайан-Э, около Цукурского лимана. Бронзовый панцирь с рельефным изображением у граформы змеевласой мары, найденный в Прикубании. Также классический синский меч был широко известен и ценился на просторах скифского мира от Фригии до Гандхара. Он существовал в Северном Причерноморье и далее, развиваясь и меняясь. Его разновидности активно использовали бранники, греч. И они же их занесли в Прибалтику и Западную Европу. Поэтому их можно считать более совершенным прототипом более поздних и упрощенных, так называемых, королинских, мечей. Данные предметы являются синскими предметами, имеющими как отголоски кемвранского владычества, так и меотские и боспорские мотивы. Например, локоны волос мары стилизированы под аналогичные варианты прически горгоны медузы, что к синдам пришло от скифа греческих иконографических склеек, возникающих на Боспоре. Изучим санскритские параллели данного имени. В северо-восточной Индии, в штате Утар-Прадиш, на берегах реки Рапти, на востоке штата Утар-Прадиш, близ границы с Непалом, сейчас расположен город Гаракхпур, хинди произносится как Гаурекхрпур, англ Гаурекхпер. Гаракхпур назван в честь аскета гуру Гаракхнатха, святого, который популяризировал Хатхайгу. Храм Гаракхнатх, где он учился, является главной достопримечательностью города. Городу уже под трех тысяч лет. В четвертом веке до Н. Э. Гаракхпур перешел под контроль империи Мауриев, затем Кушанского царства, империи Гупта и Харша. Но это не важно. Важно наличие имени Гаракхнатха, превосходящей Гаракха, слова Гаракхапур, Гаракхаграт и индоевропейского слога «Па-Великий». С данным слогом можно составить синоним имени Гаракхнатха, который будет звучать как Гаракхапа, а от этого уже рукой подать до имени. Другое аналогичное имя на санскрите или Гаурипрс. Богиня Гаури, также известная как Аннапурна, дающая пищу. Гаури, светлокожая, одетая как замужняя женщина, с волосами, завязанными в узел ленты из цветов. Гаури сидит на левом колене Шивы, наслаждаясь его вниманием. Гаури – это природа, которая приручена. Имя Гаурипа указывает на Шиву, как рода господина природы. Так, что не имея прямых аналогов в среде греков данное имя имеет сразу несколько параллелей в индоевропейской среде. Статуя из Гаргипии и фракийская монета Гибризельма – общие черты лица сходны. Статуя из Гаргипии 187 года, Герадор, сын Неокла, наместник Гаргипии, поставил, почеты ради, статую в честь Неокла, своего отца, бывшего наместника Гаргипии, то есть номинально. Статуя изображает Неокла, но по древней традиции, максимально смешав его личные черты с чертами Гаргипа и уподобив Неокла Гаргипу, как это только было можно. Неокла изобразили в облике Гаргипа, так же как божественного Метродата Евпатора изображали в облике Зевса, а его сыновей в обликах высших богов, так же как позднее и Наполеона, и Джорджа Вашингтона изображали в виде Зевса, или наделяли его атрибутами. Фракийская монета Гибризельма, которого следует считать фантомным отображением Гаргипа. Как видим, на обратной стороне монеты присутствует изображение льва, как и на боспорских монетах разных времен. Пантикапаирн, Керч, Пантикапей, Сей. 50BC, 50AD, GVI 1989. 1. 5. 10. 15 меньше чем больше чем. 20. 1. Теафили Екатыеу, Чер. Теафилен ми, Теигетер, Минэнд Хадин Екатыеу, Ээмннонта, Грмой Партинан и Тхеаи. 5. Фтрзди, Варпаха, Садис, Ирасата, Грмеф, Ферсиэфонас, Есидан, Кресана, Ферсиэфонан. Кей грамма Петри, Зека, Грэйфэн, Стелитидос, Карин Декрии, Теафилен, Синопида, Теизмеланим Фаурс и Спатердэйдаширс. 10. Екатые Саиди и Кей у Грмой Сайнирамазран. 10. Партин Теафилр, Симен Угамос, Олгидиавлос, Чирос, Эчинаем Файди, Лаурки, Тиминафилу, Элркорис Сэлектрэс, Оудис, Пирсиэкатэээс, Аурнамардистранумаурн, Эчаевтименис. 11. Пятнадцать Мауэрфэнди, Риэн Петрайлевси, Сиотеэзди, Атэлестаусилпидос, Аурч, Асиимуэркатехтхонисан. 12. Тинкаулос, Зилотан и Нитынртуасилркаурзрн Теафилен, Мусрнтиндикатин, Чарита, Просгрморн Ауаэрн, Тинсарфрсинис и Падеигма. 20. Ауркадас, Зафирей, Амфивален, Паламээс, Плауртрэндик и Аэстеллрмфстагимрлир, Лэмпрдифэнгиээпс, Патхэйнататин дихаминозгэмтин. Тут речь идет о Теофиле Гикотеевича, видимо, незаконном сыне Гикотея Возможно, Теофил или Гикотей женились на жрице-девственнице, что считалось запрещенным Проводится параллель между этой историей и историей Аида и Персифоны Аид называется отцом или дядей Гикотея Это неудивительно, ведь по греческой мифологии вход в Тартар был около Танаиса, а значит, с точки зрения мифологизированной историографии Гикотей мог считаться потомком Аида Или еще вариант, что тут речь не только про бога Аида, но и про синского князя того же имени Спартак 2 Левканович Спрадатагар Бельцекнес Спартак 2, Бета, Спартакас 2, Спартакрс 2, Архонт Боспора и Феодосии Басилевс всех синдов и миотов 349 до Н.Э, 344 до Н.Э После смерти отца Левкона Ай, Спартак 2 стал править боспорским царством, а его брат Пересад начинал править в Феодосии Начально дядя Гаргип содействовал и помогал им, но поздний Гаргип попытался узурпировать власть попав под влияние Фарамелиха После первой неудачной попытки Пересад бежал, а на Спартака лег тяжелый выбор и необходимость поддерживать баланс между сторонниками Пересада и Гаргипа, так чтобы устроенная Фарамелихом смута не поглотила государство Пересад восстановил справедливость и начально правил с братьями Аполлонием и Спартаком, но происками нечистого Фарамелиха Спартак и Аполлоний покинули этот мир, а после смерти братьев вся полнота власти перешла в руки Пересада Ай Посуда приблизительно тех времен с монограммами имени Спартак Из древнейшей государства Восточной Европы слэш-инте всеобщей истории Иран 2013-го Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства слэш-тв Ред Тома А.Л.Габелко И.А.Подосинов Тв Ред Сэр Е.А.Мельникова М.Русский фонд содействия образованию и науке 2014-го 400 секунд А.С.Б.Н. 978 Дефис 5 Дефис 912-44 Дефис 100 Дефис 18 Дефис 9 СТР 157 Его фантомным отображением в виде фракийского царя, вероятно, является Сеут 2, Дер, Греч С 405 по 385 год до Н.Э. Но имя Сеут и Спартак не коррелируется, кроме того, его отцом называется Майсад Метродор И говорится, что у него был конфликт с Амадоком Метоком Левконом Ай, тесть он действительно мог быть не Спартаком, а сыном Метродара, который остался боспорским наместником во Фракии и, возможно, со временем восстал против Боспора Но все это, что касается теории про фракийские дубликаты боспорских царей, весьма туманно и подлежит дальнейшему уточнению Вполне возможно, что в образе Сеута 2 совмещены реальные сведения о Спартаке 2 и неком Сеуте, Сатире, сыне Метродора, который стал предком той династии, которая правила царство Мадрисов, после его освобождения от Македонии Сын Спартака 2 Метродор Ай Сухой, боясь стать жертвой Фарамелиха или полуобезумевшего Гаргиппа, ушел в Дакию с малым синдийским войском и, покорив местных князей, правил там в союзе со скифами и кельтираном Главной заповедью его династия была — смерть Фарамелиху окаянному и творимой им ереси Смерть Фарамелиху окаянному и творимой им зловонной тлетворной ереси, убивающей души Смерть Фарамелиху всенечистейшему лжецу и лжи всякой После него правил его сын Метродор 2, но его убил брат Левкон и правил вместо него После Левкона правил его сын Датомитр, а после него Пересанд Сын Метродора 2 Метродор 3 был у скифов, но его сын Спартак вернулся и отнял престол у Пересанда После Спартака Ай правил Спартак 2, а после него Метродор 4, после него правил Кахаин, ставший отцом Асандра Метродоровичи Докийские Придезгоцкие — третий ветвь второго поколения династии Симандровичей Это вторая Докийская династия Симандровичей От Придезгоцкой и Пангератской династии происходил Акрасандр, который в союзе с крымскими пангерадами-анхарианами воевал против греческих пиратов Скидская монета князя Акрасандра Вайо Акраара — властитель Акрасандр Он же имел родственные связи с Канитаем и Сейводатхами Аполлоний Ай благородный Ревнитель веры и отечества Божественный князь Аполлоний Ай благородный ревнитель веры и отечества Хранитель завета, владыка проливов Эрпе Алениос, Аполлониас Ай, царь-философ, воин и аскет Сын Левкона и брат Пересада Ай и племянник Гаргипа Ай 349-344, соправитель и наместник Пересада Ай в Синдике Несмотря на то, что формально и по факту, на его времена титул самостоятельного царя Синдики исчез, а царем Синдики стал Боспорский царь Формально и по факту Аполлония можно считать только наместником Синдики, но народ его очень любил и в быту называл именно царем, а не наместником Посмертно вознесся Занимался составлением хроник истории Возможно, первый историк Боспорского царства, составивший полную подробную летопись всей истории Боспора от самых-самых древнейших времен до времен жизни, самого Аполлония В отличие от исторических хроник, которые составлялись еще с времен Археонакта, Аполлоний создал полноценный исторический труд, осмыслительные историографии, включая особенности боспорской исторической традиции Историк Гайдукевич В.Ф. в своей книге «Боспорское царство» М.Л. Иства-Анссер, 1949-го, пишет Существование боспорских историков представляется тем более вероятным Что а местные историки были и в других античных, государствах Северного Причерноморья, менее значительных, чем Боспор Во многом взаимоотношения Аполлония и Пересада аналогичны, взаимоотношениям с Марагдана и Фонагора, Спартака и Селивка, Метродора и Левкона, а также поздним Метридату Хресту и Метридату Евпатору Последние годы его жизни, слуги часто наблюдали, что его комната сияет, так как к нему часто являлся Симандр, Археонакт, и те божественные цари, которых никто еще не видел и не мог опознать, грядущие и бывшие цари арийских стран, как сказано во Вести, но один из них был пьянителен как Дионис, хоть носил плащ из виной шкуры и могучую дубину Аполлоний благородный один из первых, кто начал священную войну против фарамелихианской извратительной ереси, успешно вычисляя и отделяя еретиков от честного народа По теории тождественности ранних спартакидов Боспора и Адрисов Фракии, Аполлонию может быть тождественен, Ка Возможно, это слово происходит от эпитета Аполлония Постепенно, буквенное написание аббревиатуры ПАН, ТИКОПЕЙ, или ПАНД, ИКОПЕЙ, на монетах заменяется на монограммы, совмещавшие в себе эти буквы и иногда имевшие дополнительное значение Такое было возможным ввиду того, что в некоторых славянских письменностях уже тогда Н выглядела как Н, а не как Н Несмотря на то, что Н это более классическая форма данного знака В тронном зале царей находилась следующая надпись, заключающая в себе теологическое постижение Всевышнего, верными представителями которого являлись боспорские цари Понимая такую глубокую разумо-одухотворенность, то центричность и трансцендентную возвышенность философов боспорской династии становятся понятными истоки той Высочайшей мудрости глубочайшего познания, которую Метродат Евпатор и Гермес Тресмегист демонстрируют в трактатах герметического корпуса Аполоний упомянут в некоторых боспорских надписях С возможным прочтением, Афродите слава Адос желает здравия Сатиру, а также Пересаду и его жрицы, и благосклонным сыновьям Аполония И его жене шлет почтенное приветствие Продолжение следует...